Ну а мы продолжаем наше доброе утро. А вот перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. В горах до плюс 11, днем до плюс 28 и местами плюс 14, плюс 19. В Черкесске кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем 26-28 градусов тепла. С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный 100-летию Юрия Никулина. 2, 96, 58. Катибория Нарплесс. В Москве в гостином дворе прошел фестиваль, подводящий итоги работы российского движения школьников. Участником этого мероприятия стал активист РДШ, учащийся 9-го класса школы поселка Кавказский Никита Деньгуб. И сегодня в эти минуты в нашей студии Никита и его мама, заместитель директора по воспитательной работе этой же школы, расскажут моей соведущей Белле Джазаевой о том, как проходил фестиваль «Большой школьный пикничок» и о том, по каким направлениям проводится работа организации российского движения школьников. Доброе утро всем! Доброе утро, Елена! Доброе утро, Никита! Благодарю вас за то, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в гости. Тем более вы сейчас в экзаменах, вообще школьное движение у вас там все это активно проходит. Но повод у нас отличный. Сегодня это поездка Никиты в Москву. В гостином дворе в Москве состоялся большой школьный пикник. Это фестиваль. Мне бы хотелось узнать, что там происходило. Вот название какое-то интересное, с чем оно связано. Поделись, что там проходило. Что ты увидел, с кем ты познакомился. Что это вообще такое большой школьный пикник? Расскажи нашим зрителям. Там подводились итоги РДШ. Я встретился с Никитой Кудиновым. Это куратор региональных команд «Большой перемены». Я летал на квадрокоптерах, общался с многими крутыми ребятами. Там был выставочный центр. То есть там нам рассказывали про юную армию. Мы пели песни вместе с ребятами. И очень круто проводили время. Никита, скажи, как ты попал вот на этот фестиваль? Тебя отобрали или делегировали со школы? Как это все происходило? Да, меня отобрали. Региональная квота. То есть меня попросили поехать. Ну давай скажем о том, что ты активист российского движения школьников, правильно? И вот с этой организацией все связано, правильно? Да, да. Ну «Большой школьный пикник». Что это означает? Это подведение итогов года от РДШ. То есть там рассказывались конкурсы, как они прошли, кто там выиграл. Несколько дней это все проходило? Да, это проходило около трех-четырех дней. В общем, впечатления у тебя самые хорошие? Да. Скажи, пожалуйста, вот какие-то такие у тебя были мероприятия вот в этом году, в которых ты принимал участие, тоже связанные с российским движением школьников? Да, были, но их было немного, поэтому это было самое главное. Из-за пандемии? Да. Теперь я хочу обратиться к Елене и спросить. Вот российское движение школьников, сейчас оно набирает обороты. Как вы считаете, с чем это связано? Ну, наверное, это был переломный момент. Помните, когда развалилась пионерская организация? Вот, и нужно было детей как-то организовать, собрать в кучу и начать опять развивать. И вот российское движение школьников именно для этого и создано, чтобы развивать детей, независимо от того, какие у ребенка способности он может в этой организации найти себя. То есть не обязательно хорошо учиться, но если ты хоть что-то умеешь делать или даже хочешь научиться, то вот для этого и существует российское движение школьников. Ну, это типа того, что была пионерская организация, комсомольская организация, да? Что-то такое? Ну, вот что-то такое, да. Вот именно тогда занимались воспитанием детей. И здесь российское движение школьников именно занимается воспитанием детей. Но в данном случае у российского движения школьников больше возможностей и больше, наверное, выбора для самореализации. Для самореализации. Там очень много направлений. А, вот с чем это связано. Да, то есть если пионерская организация там патриотизму, то здесь совершенно различные направления. А какие основные? Экология, спорт, медийная, также патриотическая. Вот, поэтому ребенок каждый может найти себя интеллектуально. Вот, поэтому для каждого ребенка там найдется место. И, во-первых, кроме того, мир стал более мобильным, есть интернет, и люди могут общаться по всему миру друг с другом. Совершенно верно. Как-то не обособлено это все сейчас, наверное, поэтому. Сейчас вообще огромные возможности для детей. Вот сейчас государство именно повернулось лицом к нашим детям. Для детей просто вот возможности огромные. Поучаствовать где-то, проявить себя. Сейчас проводится столько много конкурсов. Вот Никита поскромничал российской. Вот он именно, как он попал на пикник. Он участвовал в конкурсе «Эко-поколение». Это один из конкурсов РДШ. Вот, он в республике занял первое место и поехал в Москву. То есть ребенок вернулся с Артека и говорит, мама, я хочу в Москву. Я сначала не поняла. Думаю, ну, наверное, это связано с дальнейшим обучением. Говорю, ну вот закончишь, экзамены сдашь и поедешь учиться куда ты хочешь. Он говорит, нет, я хочу сейчас поехать в Москву. У меня там друзья. Я сел за компьютер, залез в интернет, нашел этот конкурс, написал проект, отправил. И вот Никита в Москве оказался. Но вы же не просто мама. Давайте скажем нашим зрителям, что вы работаете с завучем в школе, где Никита учится. Школа поселка Кавказский имени Старикова. Ну, одна из замечательных школ нашей республики, скажем так. И как-то вот в тот раз, когда вы были у нас в гостях, по-моему, Никита чуть младше. И он признавал, сейчас-то он подросток, может, и не признается. Он говорил о том, что вы его главный двигатель. Вы, наверное, по-прежнему его мучаете? Нет. Наверное, сейчас чуть-чуть все изменилось. Никита стал поактивнее сам. Раньше мне приходилось действительно его двигать, потому что он не очень медийный. Он не любит популярность. Невозможно выставить его фотографию в социальные сети. Он скромничает. То сейчас он уже становится более самостоятельным в этом вопросе. То есть, как я уже сказала, участие в конкурсе – это было только его инициатива. Конечно, приходится направлять. Никита у нас участвовал в большой перемене. Я подал заявку на конкурс «Экопоколение», выставил свой проект. И мне одобрили заявку, и я поехал в Москву уже на финал. Но в финале уже не смог выиграть. Но ничего, главное, что ты поехал. Да. Главное, что ты участвуешь во всем этом. Ты финалист всероссийского конкурса. Конечно, всероссийского конкурса. Это тоже много значит. Никита, вот как-то ты рисуешь, наверное, свое будущее уже. Я знаю, что ты активный парень. И, конечно, я просто так сказала, что все – это мама. Естественно, без твоего участия ничего бы не было, без твоего таланта. Как ты видишь свое будущее? Каким ты видишь? Кем ты хочешь быть? В какой профессии ты себя видишь? Я бы, наверное, хотел стать авиаконструктором. Я мечтаю об этой профессии, потому что она связана с математикой, физикой. Я очень люблю эти науки. Точные? Да, точные именно науки. Ну вот как появилась эта мысль? Авиаконструктор. Неужели сейчас дети хотят быть конструкторами? Ой, ну мне это подсказала сестра. Она мне рассказала об этой профессии. Она у меня сама бизнес-аналитик. И вот хотела, чтобы я именно связал свое будущее с этой профессией. Твоя сестра видит потенциал? Да, можно так сказать. Просто потому что молодежь сейчас больше выбирает компьютеры, эту профессию. Айтишники, к примеру, да? И авиаконструкторы – это что-то из Советского Союза. И это очень приятно просто. Лена, теперь хочу обратиться к вам и спросить по поводу все того же российского движения школьников. Вы сказали о нескольких направлениях, рассказали. Но я считаю, что самое главное – это все-таки, наверное, патриотическое воспитание. Вот есть ли у нынешних детей понимание патриотизма? Вы знаете, патриотизм в нашей школе занимает приоритетное направление. Как вы уже сказали, я заместитель директора по воспитательной работе. И вот именно стараемся детей начать с чего? Чтобы любили самого малого. Сначала свой дом, свой поселок, свою школу. Потом уже переходим к глобальному – это любовь к родине. Я думаю, что мы все-таки из наших детей вырастим патриотов. Потому что всем, особенно я люблю Карачаево-Черкесию, и детям не перестаю восхищаться. И дети вместе со мной, мы очень много с детьми путешествуем. Как в другие города, так и по своей республике. И они реально гордятся. Но у нас есть, что посмотреть, чем гордиться. И есть, чем гордиться. Я всегда детям говорю о том, что нужно свои традиции не терять, самобытность, свой язык, свою культуру. И у нас это, конечно, стоит в приоритете. Леночка, я, наверное, немножко, как говорится, не в тему скажу, нашей темы. Вы говорите о том, что сейчас у детей очень много возможностей. Я с этим абсолютно согласна, потому что они более свободны, у них много возможностей, у них есть все тот же интернет. Но что касается государственных экзаменов, ЕГЭ, ОГЭ, вот это все. Скажите честно, как вы к этому относитесь? Потому что все-таки очень много отрицательного, негатива очень много. Никита очень тяжело вздохнул. У нас сейчас как раз идет период, Никита 9 класс заканчивает, и мы сдаем ОГЭ. Я совершенно с вами согласна, что... Они испытывают жутчайшие стрессы. Жутчайший стресс, и родители точно так же. Я уже второй раз переживаю этот период, когда сдают ОГЭ и ЕГЭ. И могу сказать, что да, ЕГЭ дает возможности для ребенка, простого ребенка из простой семьи, с небольшим достатком, дает возможность поступить в любой вуз страны. Я с этим согласна. Но как вот устроена вот эта вот система, именно сдача экзамена, это очень большое напряжение для ребенка. И вот сейчас сама я тоже участвую в проведении ЕГЭ, ОГЭ. Я вижу, как дети трясутся. Мне пришлось с этим лично столкнуться, поэтому я вам говорю, что... Очень тяжело. И вот недавно буквально по телевизору сказали, что рассматривают возможность отмены ЕГЭ, ОГЭ. Если спросят мое мнение, то я, наверное... Будем на это очень-очень надеяться. Я очень надеяться, я подниму обе руки, вот, потому что это действительно... Ну вот ребенок, он еще не готов к такого рода испытаниям. И такой возраст. Возраст, металлоискатели, собаки, полицейские, эти... Подписываюсь под каждым вашим словом. Очень тяжело. Но все-таки не будем на такой минорной ноте заканчивать. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, приехали к нам в гости. Я знаю, что вы прекрасные патриоты нашей республики и своей школы. Я, Никита, в первую очередь тебе желаю успешной сдачи экзаменов. Естественно, чтобы твой путь сложился так, как ты хочешь, жизненный. Линочка, и вас благодарю за участие в нашей программе. Вам спасибо большое за то, что пригласили. Спасибо. Нашу республику посетила популярная российская певица Зара. Она выступила с сольным концертом в амфитеатре Черкеска и дала интервью нашей программе. Светлана Шаганова встретилась со звездой эстрады. Зара, мы от всей души приветствуем вас на нашей гостеприимной земле, в нашей живописной Карачаевой Черкесии. И спустя два года пандемии, наконец-таки, настали такие времена, когда вы можете встретиться со зрителем воочию и порадовать своим творчеством. Ваш тур называется «Мир вашему дому». Расскажите, что вошло в эту программу? Есть ли новые песни? Или все же вы собрали свои самые лучшие композиции? Спасибо большое за такой прекрасный, добрый вопрос. Во-первых, я очень счастлива, что сегодня у меня концерт в Черкесске. Это долгожданный концерт и долгожданный тур по Северному Кавказу. Действительно, последние несколько лет были очень сложными, мне кажется, для всех сфер и для каждого человека. И мне очень хотелось, чтобы моя концертная программа была составлена так, чтобы подарить как можно больше положительных, самых-самых теплых и добрых эмоций зрителю. Поэтому собраны лучшие мои песни, учитывая, конечно же, и регион. Я понимаю, какие песни больше здесь нравятся. Я всегда с большим уважением отношусь к традициям города, края, к его специфике, потому что все-таки везде публика особенная. Но я всегда очень жду встречи со своим зрителем, очень волнуюсь. Я приехала со всем своим коллективом. Это и балет, это и музыканты, и очень много людей, которые будут героями невидимого фронта, которые будут в зале отвечать за звук, за свет, за кулисами, за техническое обеспечение. Я очень ждала встречи с Черкесиком. Этот край мне очень дорог. Я горжусь, очень горжусь тем, что являюсь народной артисткой Карачаева-Черкесии. Для меня это очень много значит. Для меня это большой аванс, и я очень хочу его оправдать. Низкий поклон каждому жителю этого прекрасного края. Зара, Карачаева-Черкесия празднует 100-летний юбилей. Мы к нему готовимся очень, и в Москве тоже. Да, мы очень счастливы. И, вы знаете, хотелось бы услышать ваши пожелания нашей Карачаевой-Черкесии и ее жителям. Наверное, пожелание, оно в названии моей концертной программы. Мы живем в такое непредсказуемое время. Конечно, можно пожелать здоровья, благополучия, радости. Но самое главное, я хочу пожелать мира. От этого зависит будущее наших детей. От этого зависит наше будущее. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать мира. Миру вашему дому. Поэтому так и называется моя концертная программа. Мир вашему дому. Дорогая, прекрасная Карачаева-Черкесия. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вас здесь встречает публика по-особенному. Как встречают вас здесь, в Карачаево-Черкесии? Вот сегодня мы и узнаем. Потому что я всегда приезжала в Карачаево-Черкесию с небольшой программой. Там это несколько песен или отделение. Но вот с сольным концертом я приехала впервые. И поэтому это очень волнительно. Я волнуюсь, жду зрителей. Очень хочу, чтобы все сложилось, чтобы и погода не подвела. Хотя, мне кажется, после холодной Москвы и Петербурга мы здесь просто согрелись. Спасибо вам большое. Вот прям, чтобы все сложилось так, как задумано. Еще один из ваших клипов был снят у нас в республике. Да. Расскажите, почему был выбран наш регион? Как это все происходило? Уже несколько лет я готовлю к выходу этнический альбом. И когда родилась одна из главных композиций этого альбома, я сразу поняла, что я хочу снять клип именно в прекрасной Карачаево-Черкесии, в ее равнинах, горах. И я пригласила принять участие в этом клипе, в этой песне легендарного певца курдской музыки, Шиван. И он приехал из Германии специально, чтобы сняться здесь. И он был поражен красотой и достопримечательностями этого края. Но, честно говоря, я тоже не ожидала. Мы снимали в горах, и мы попали и под ливень, и под туман. И вдруг солнце восходит. То есть это было так неожиданно и так красиво. До многих локаций мы добирались по 3-4, даже 5 часов. Но это того стоило, чтобы увидеть эту красоту. Вам так всем повезло. Но я понимаю, что когда живешь в этой красоте, ты ее не так, наверное, осознаешь и чувствуешь. Но вот когда приезжают гости, и вы видите все глазами гостей, вот посмотрите на свой край моими глазами. Это что-то невероятное. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам огромное. Да, это стихи Пушкина. Сегодня в России Пушкинский день. 223 года со дня рождения великого поэта. Не зря его называют солнцем русской поэзии. Произведения Пушкина любимы многими, и поэтому сегодня мы вспомним его стихи. В летний зной у фонтана собралась команда вести и по традиции. Прозвучит стихотворение классика. КОНЕЦ Люблю ваш сумрак неизвестный и ваши тайные цветы, и вы поэзии прелестной благословенные мечты. Вы нас уверили, поэты, что тени легкой толпой от берегов холодной леты слетаются на брег земной. И невидимо навещают места, где было все милей. И в сновидениях, утешая сердца покинутых друзей, они, бессмертие вкушая, их поджидают в элизей. Как ждет на пир семья родная своих замедливших гостей. Но, может быть, мечты пустые, быть может, с ризой гробовой. Все чувства брошу я земные, и черт мне будет мир земной. Быть может, там, где все блистает, нетленной славой и красой. Где чистый пламень пожирает несовершенство бытия. Минутных жизней впечатлений не сохранит душа моя. Не буду ведать сожалений, тоску любви забуду я. Доброе утро! Вести Карачаева, Чиркесия! Завтра в это же время жду вас у телеэкранов. Ну а в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» из Шерифат Левшоковой. Хорошего продолжения дня. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok